В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк, которая скончалась после продолжительной болезни 16 января. Талантливая актриса была известна телезрителям, своими выдающимися ролями, в частности в роли искрометной и острой на язык Вики, из популярного комедийного сериала, который радовал зрителей несколько лет подряд на российском телевидении. Анастасия Заворотнюк была не только известной актрисой, но и женщиной, восхищавшей многих своим талантом и харизмой. Ее обаяние и профессионализм оставят незабываемый след в истории российского кинематографа. Многие мужчины считали ее красивой и очаровательной, а друзья отмечали, что Анастасия была неутомимым тружеником, готовым жертвовать собой в искусстве. Заворотнюк также была известна своей преданностью и закрытостью в жизни, что придавало ей загадочность и интригу. Сегодня ее близкие, коллеги и поклонники проводят актрису в последний путь, сохраняя в памяти яркие моменты ее творческой деятельности и влияние на российскую культуру. Анастасия Юрьевна Заворотнюк стала вторым ребенком в семье телережиссера и театральной актрисы. Ее старший брат Святослав сыграл значимую роль в ее появлении на свет, прося родителей о сестренке. Мама Анастасии, Валентина Борисовна, долгое время трудилась в Астраханском театре и после переезда в Москву стала преподавателем сценической речи в Институте Останкино. Отец, Юрий Андреевич, возглавлял один из телеканалов и являлся почетным членом Академии российского телевидения. Покинув управленческую должность, он реализовался в разнообразных телевизионных проектах на центральных каналах. Родительский дом Заворотнюк всегда был открыт для гостей, атмосфера была богемной, где друзья-режиссеры, музыканты и актеры обсуждали творческую жизнь. Помимо театра, в детстве Анастасии Дни заполняла танцевальная студия «Лотос», где она мечтала о карьере балерины. Однако отец отверг ее желание поступить в школу, при большом театре, с упорством и талантом, Анастасия решает посвятить себя искусству. Хотя в какой-то момент она выбирает земную профессию, поступив в педагогический вуз на исторический факультет, но терпения хватило всего на год. После ряда событий и родительских наставлений, она отправляется в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Первая попытка в ГИТИС заканчивается неудачей, но она не сдается, повторяя экзамены в школе-студии МХАТ, и в конце концов, сдавая успешно экзамены в ГИТИС. Молодость Заворотнюк сопровождали комплексы и тоска по дому, но ее желание стать актрисой преодолело все трудности. Талантливую актрису заметила Тамара Павлюченко, и ее фильмография начала наполняться яркими ролями, начиная с главной роли в картине «Машенька». На третьем курсе МХАТа Анастасию Заворотнюк определили в театральную постановку «Миф о Дон Жуани», это стало отправной точкой ее долгой и успешной карьеры в знаменитой табакерке. После окончания школы-студии она официально присоединилась к труппе. Первой ролью перед зрителями стала Варя в постановке «Страсти по бумбарашу» режиссера Владимира Машкова, которая осталась ей запоминающейся на долгие годы. Репертуар актрисы насчитывал 29 спектаклей, включая такие произведения, как «На дне», «На всякого мудреца» довольно простоты и многие другие. Летом 2004 года жизнь Заворотнюк кардинально изменилась, звонок с приглашением на кастинг в какой-то комедийный сериал открыл новую главу ее творческой биографии. Несмотря на начальный скептицизм и неведение о героине сюжета, Анастасия приняла вызов. Результат роль в ситкоме «Моя прекрасная няня». Съемки занимали по 12-16 часов в сутки, но несмотря на это, актриса испытывала удовлетворение и радость от своей работы. «Моя прекрасная няня» принесла ей славу и любовь миллионов зрителей всех возрастных групп. Роль Вики не только признана, но и удостоена значимых наград, таких как «Золотой Остап» и «Тэфи». В 2005 году ее фото украшало страницы журнала «Гламур», сопровождая титул «Телевизионная актриса года». Анастасия исполняла роль няни детей бизнесмена Максима Шаталина – Сергей Жигунов. Ее образ Вики, влюбленной в главного героя и несдержанной няни, стал неотъемлемой частью российского телевизионного пейзажа. Заворотнюк с успехом справилась с этим вызовом, завоевав сердца зрителей и утвердив свое место в мире российского кинематографа. После успешных съемок «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк удалось поработать вместе с американскими коллегами в боевике «Кот апокалипсиса». В этом проекте, помимо Заворотнюк, участвовали Олег Штефанко и Владимир Меньшов, а также Винсан Перес. Актриса также проявила свой актерский талант в различных жанрах. В криминальной ленте «Отдел» она сыграла майора следственного комитета, чья любовь к коллеге, исполненному Александром Бухаровым, стала одной из ключевых драматических линий сюжета. В фильме также снялись Илья Гавриленков, Анатолий Гущина и Александр Никитин. Заворотнюк также оставила след в роли в боепике Натальи Бондарчук-Гоголь. Ближайший, где она воплотила образ подруги русского писателя, фрейлина императорского двора Александры Россет. В комедии «Служебный роман» наше время ей доверили образ Ольги Рыжовой, что принесло актрисе еще большую популярность. В мистическом триллере «Проклятие спящих Заворотнюк» снова продемонстрировало свои актерские способности, исполнив главную роль искусствоведа Агнесы. Съемки фильма проходили в музеях и картинных галереях, создавая захватывающую детективную атмосферу. Даже в 2021 году, когда артистка находилась в клинике, ее последний проект, сериал «Каспий-24», вышел на экраны. Фильм был снят за 4 года до показа, и датой премьеры был выбран день 50-летия «Заворотнюк». Помимо актерской деятельности, Заворотнюк вела различные телевизионные программы, такие как «Хорошие песни», «Танцы со звездами» и «Ледниковый период». Совместно с Дмитрием Дибровым она была ведущей программы «Брачные игры» на Первом канале. Актриса также участвовала в различных проектах, включая две звезды, где заняла второе место, и выступала в качестве члена жюри телешоу. Вторым мужем Анастасии Заворотнюк стал Олаф Шварцкопф. Когда они впервые встретились, Заворотнюк было 22 года, а Шварцкопфу 34. Их знакомство началось с необычного момента, когда молодой человек привлек внимание Анастасии, достав видеокамеру и начав снимать ее на мероприятии. С тех пор эта видеокамера стала постоянным сопровождением пары в повседневной жизни и во время поездок. Однако брак Заворотнюк и Шварцкопфа не оказался долгосрочным. После развода, в программе основана на реальных событиях, Шварцкопф рассказал о том, как Заворотнюк сообщила ему о беременности еще до свадьбы. В пути к матери актрисы в Астрахань произошел выкидыш, что стало трагическим событием в их жизни. Они решили расписаться в Астрахани, чтобы утешить друг друга в сложный период. После переезда в Таллин, где они основали свою семью, Анастасия почувствовала, что не может реализовать свой потенциал, и вернулась в Москву, где продолжила карьеру в театре Олега Табакова. Вскоре они поддерживали отношения на расстоянии, но затем Заворотнюк познакомилась с будущим вторым мужем, Дмитрием. Главным достижением, в личной жизни Заворотнюк, считала рождение дочери Анны и сына Майкла Стрюковых, от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, с которым она развелась в 2006 году. Затем она встречалась с Сергеем Жигуновым, с которым отношения длились два года, после чего актер вернулся к своей жене. Заворотнюк выходит замуж в третий раз в сентябре 2008 года, за Петра Чернышева. В марте 2019 года СМИ сообщили о появлении дочери Милы, которую Заворотнюк родила, в октябре 2018 года. В это время она скрывала беременность и радостные события от публики. Она проживала две жизни в России, занимаясь актерской деятельностью, и в США, где занималась недвижимостью. Однако в конце лета 2019 года начались слухи о том, что Заворотнюк болеет онкологическим заболеванием. Спустя некоторое время стало известно, что ее госпитализировали с диагнозом глиобластома – рак мозга. Помимо этого, она пережила трепанацию черепа в Германии. Несмотря на опровержение директором актрисы информации о болезни, окружение подтвердило серьезное состояние Анастасии. Родственники и близкие скрывали ее местонахождение, чтобы избежать папарацци. СМИ пытались узнать детали, обращаясь к соседям семьи. Хотя информация о лечении оставалась в тайне, стало известно, что Заворотнюк перенесла операцию в Германии и вернулась в Россию для продолжения лечения. В конце сентября 2019 года в прессе появилась информация о том, что женщина, работавшая в месте, где проходила лечение Анастасии Заворотнюк, предлагала журналистам приобрести отснятые в больнице видео и фото с актрисой. Однако эти обещанные материалы так и не были предоставлены представителям СМИ. Через месяц после этих событий, начались слухи о смерти актрисы, которые распространялись в социальных сетях. Близкие Заворотнюк быстро опровергли эти слухи, подчеркнув, что актриса жива и продолжает бороться с болезнью. В то время она находилась в медикаментозной коме из-за отека мозга, и ее состояние было критическим. Однако 19 мая 2020 года, пиар-директор актрисы сообщил, что ее состояние улучшилось, отек уменьшился, и она пришла в себя. Врачи приняли решение, перевести ее из реанимации в палату интенсивной терапии. В начале апреля, в день своего 49-летия, Заворотнюк ответила на поздравления поклонников в своем инстаграм-аккаунте, благодаря их теплым словам. Однако остается загадкой, действительно ли сама Заворотнюк комментировала сообщение, поскольку многие считают, что за ней отвечала ее дочь или муж. Летом 2020 года обсуждения, вокруг здоровья актрисы возобновились. Появился пост на странице в социальной сети, созданной для поддержки актрисы, в котором говорилось о видеообращении Заворотнюк. Однако это оказалось ложная информация, созданная для привлечения внимания новых подписчиков. Смутные сообщения о состоянии здоровья Заворотнюк, появлялись в программе «Моя правда», «Ты не поверишь» и «Центральное телевидение», противоречиво описывая ее положение. Однако в декабре 2020 года, друг и сосед актрисы, Вячеслав Манучаров, сообщил, что ей удалось справиться с болезнью, не вдаваясь в подробности. Это подтвердило ее периодические появления в публичных местах. В мае 2021 года, в СМИ появилась информация о рецидиве заболевания, но родные актрисы не комментировали эти слухи. Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться в центре внимания, и ее здоровье вызывает интерес и беспокойство у многих поклонников.